Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Подскажите, как быть в такой ситуации? Два месяца встречаемся с мужчиной, стали жить вместе, всё было замечательно, я чувствовал себя счастливой. Ну а сейчас началось резко от мужчины апатия, плохое настроение, он всё время играет в телефоны, мы в 40 любые игры, жарко-пузырьки, лишь бы играть, сидеть ему всё время грустнее, не разговаривать близости, почти нет у нас. Такое ощущение, что он меня выбрал, я ему подскажу по каким-то параметрам, чувств нет, поэтому и апатия. Я начинаю грустить. Когда со мной не разговаривают, мне обидно, но вопрос, почему так выдел, что я ответ устал, погода, всё такое. Я считаю, что мужчина не должен столько времени проводить в телефоне это замечание положительных эмоций, спрашивает Юля. Ну что ж, мой ответ на ваш вопрос вряд ли вам понравится, потому что моя гипотеза заключается в том, что вся ваша проблематика отсказывает из того, что вы чересчур зависимы от мужчины, и ваше счастье зависит от него. Видимо, на мужчину это оказывало существенное давление, как и на вас, и это привело к тому, что вы, собственно говоря, и описываете, а именно к апатии всего страны, к желанию что-либо делать и к потребностям в уходе. То есть, ну, желанию уйти, уйти в виртуал. Вот, давайте разберём подробнее. Вы пишите, два месяца встречаемся с мужчиной и стали жить вместе. Ну, здесь вопрос, а что между вами общего? Видите ли, можно ли найти за два месяца такое количество общего, чтобы комфортно жить вместе, да, можно, но у меня есть сомнения относительно этого с учетом того, что вы написали. Поэтому я задам вопрос. Не поспешили ли вы, спустя два месяца, начав жить вместе? Что между вами общего? Что вас объединяет? Что вас связывает с мужчиной? Очень важно это разобрать. Дальше. Всё было замечательно и я чувствовал себя счастливой. Ну, давайте так. Давайте так. Что именно всё было замечательно? От чего вы чувствовали себя счастливой? И от чего зависит ваша счастье? Пока что есть ощущение, что вы склонны к слиянию психологическому со своим партнёром. От мужчины резко началась апатия, плохое настроение, он всё время играет в телефоне, мы сорок. Ну, тут может быть и кризис среднего возраста, тут может быть и какие-то жизненные проблемы. Нужно проанализировать. Нужен анализ, а лучше всего, если вы вдвоём с мужчиной, обратитесь к психологу семейному. Он всё время грустный, не разговаривает, близости почти нет у нас. Такое ощущение, что он меня выбрал, я ему подхожу по какими-то болями, травматизм нет, поэтому апатия нет. Это так не работает, Юля. В данном случае это ваши страхи и проекции, связанные с неуверенностью в себе и страхом одиночества, либо страхом перед перспективой быть брошенной. Но чувства не работают так. То есть, если нет чувств, то апатия не возникает. Вот. Апатия возникает как раз таки из-за наличия чувств, но каких. А тут вы проецируете свою неуверенность в себе, поэтому вам без самооценки, неуверенностью и страхами поработать. Я начинаю грустить, когда они со мной разговаривают, мне обидно. Это вопрос вашей самодостаточности и зрелости личности. В этом также нужно поработать человеку. Человек должен иметь своё личное обладательство. И, наверное, человеку желательно обладать самодостаточностью, чтобы находиться наедине с собой. Вы пишите про то, что вам обидно. Обида – это детское состояние. Соответственно, из этого состояния нужно научиться выходить. Но вопрос. Почему ты так себя ведёшь? Устал ответ. Устал погода и всё такое. Я считаю, что мужчина не должен только времени проводить телефон. Нет о замещении положительных эмоций. Вы считаете, что мужчина не должен только времени проводить в телефоне, но вы считаете, наверное, что мужчина должен… Что? Проводить это время с вами? Ну, я так полагаю. То есть, в телефоне мужчина проводить время не должен, но он на это время проводит с вами. Получается так? Вот. Ну и что? Это родительская позиция. Ты должен… Я считаю, что мужчина не должен. Вот. Ну, опять же… Вы можете так считать. Вы можете так считать. Но момент там заключается в том, момент заключается в том, а мужчина-то как считает. Ну вот. Я всегда вопрос вам не влиял. Как быть что бы что? Ну вот, буквально, как быть что бы что? Вы спрашиваете, как быть в такой ситуации? Как быть что бы что? Можно сделать анализ ваших отношений, гармонизировать их, изменить ваше поведение, а тогда, скорее всего, изменится поведение мужчины. Можно решить ваши собственные проблемы. И тогда вы увидите, а нужен ли вам вообще этот человек. Решат вам. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.